Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковин, и сегодня у нас 19 июля, это Радио НВ, начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. Ну, начнем, наверное, с военных событий, начнем с того, когда война, которая сейчас продолжается, может закончиться. Те, кто уже не в первый раз слышит мои передачи, наверное, помнят мои слова о том, что, по моему личному мнению, война должна прекратиться победой Украины в 2025 году. И дело тут не только и не столько в новом президенте США, я надеюсь, о нем мы сегодня успеем поговорить и не в чем-то там миролюбие или усталости от войны. Нет, дело в том, что в 2025 году у Российской Федерации должны будут закончиться ресурсы наведения этой самой войны в нынешнем темпе и объеме. Деньги закончатся, людей станет не хватать, ну вот и с техникой тоже настанут серьезные перебои. Я с конца прошлого года повторяю, что Российской Федерации хватит сил только на 2024 год. И в 2024 году Россия, безусловно, будет наступать и будет наступать, стараться наступать как можно дольше, как можно сильнее. И скорее всего основное объемное наступление будет в районе Донбасса, потому что там очень хорошо развита логистика, в первую очередь железнодорожная, что позволяет российской армии хорошо быстро вести наступление. Но в других регионах, скорее всего, таких успехов не будет, хотя попытки наступать будут. Собственно, она и была такая попытка, например, в Харьковской области. Но вот на 2024 год еще хватит ресурсов, а на 2025 уже нет. Дальше воевать будет по сути дела нечем, поскольку Россия утратит контроль, я так подозреваю, что Россия утратит в 2025 году контроль над Крымом и, в общем, проиграет войну. Я думаю, что так именно и будет. И вот на этой неделе журнал Economist, британский, британо-американский, наверное, журнал, очень авторитетно подтвердил в значительной степени мои догадки в части сокращения российских запасов военной техники. Именно в этом смысле. Так вот, журнал пишет, что на третий год продолжающейся полномасштабной войны у России начали заканчиваться запасы советской техники и вооружения. И к концу текущего лета это может отразиться на интенсивности наступательных действий вооруженных сил России. В год Россия, ее войска теряют около тысячи танков, даже больше, чем тысяча, тысяча, сто, тысяча, двести танков в среднем за эту войну. Причем из-за дронов, сейчас из-за массированного использования дронов эти показатели сильно выросли. То есть в начале, в самом начале войны таких показателей не было. То есть Россия сейчас теряет больше танков, чем теряла в начале полномасштабного вторжения. И при этом производит она, по оценкам экспертов, около 30 полностью новых танков в год. Все остальное, то что Россия записывает себе в производство танков, это модернизированные, взятые с сохранения и отремонтированные подбитые ранее танки. То есть это не абсолютно новые. Абсолютно новых, полностью иголочки, что называется, только 30 штук в год, вот этих Т-90, как правило. Причем из-за санкций эти танки получаются все дороже и сложнее в изготовлении. То есть нет каких-то возможностей для резкого наращивания объемов производства абсолютно новых танков. Ну а если вы производите 30 танков и теряете в год 1300, производите в год 30 и теряете 1300, вам где-то надо брать еще 1270. И вот где берут сейчас нехватающие, выпадающие танки? Снимают с хранения, с консервации, ремонтируют и отчасти модернизируют их еще, конечно, и пускают в бой. И судя по тому, какая техника сейчас направляется на фронт, запасы вот этой вот хранящейся, законсервированной техники истощаются. Истощаются, причем довольно быстро. Почему? Смотрите, сначала в бой все они в основном опускали отремонтированные танки Т-72, ну сравнительно новые, сравнительно современные. Потом после Т-72 пошли, запустили Т-62, это уже танки старые, ну так себе, да. Потом Т-55, это уже старье. Ну и сейчас на фронт уже есть видео, есть фотографии, везут танки Т-54, которые были первые прототипы, их изготовлены в конце 40-х годов. То есть этим танкам уже 80 с лишним лет. Сначала брали новые, ну это логично, вот это такая последовательность, в принципе понятно. Сначала, когда надеялись, что война будет быстрая, брали новые танки, а потом, когда новые закончили, стали брать уже то, что есть, постарше. Ну как бы самый хлам, самую фигню не брали, думали, ну типа справимся тем, что есть. Брали Т-62, ну а когда Т-62 перестали хватать, уже стали брать Т-55 и Т-54, древние, реально древние танки. Но древние, как вы понимаете, танки не самые лучшие, они проржавели, частично сгнили, там нет современного внутренних оборудования. Они дико неудобны, потому что они создавались в расчете на гораздо менее, гораздо менее высоких людей, потому что тогда в 40-е и 30-е годы, после волны голодоморов и так далее, люди были реально низкого роста в основном. И поэтому танки внутри были очень компактные. Современному человеку в танке 50-х годов просто негде себе места не хватит, не развернуться. И вот, тем не менее, даже это, так сказать, извиняюсь за выражение, говно на колесах, постепенно заканчивается. Об этом, собственно, и пишет журнал Economist. Еще одна проблема, которую он отмечает, это стволы для танков и для артиллерии тоже. В чем тут фокус? После нескольких тысяч выстрелов, там же, внутри ствола, фактически, происходит контролируемый взрыв. Этот ствол, все время его, происходящий внутренний процесс, хотят разорвать. Поэтому ствол должен быть очень-очень-очень высокого качества, чтобы его не разорвало. Но после нескольких тысяч выстрелов, даже супер-высококлассный ствол нужно менять. Иначе его разорвет нафиг вместе с танком. И вот такие случаи, когда взрываются стволы, в российской армии уже не редкость. Надо их менять, но менять не на что. Почему? Потому что российская промышленность сейчас изготавливает, по данным Economist, около 100, может быть, 120 таких стволов в год. Причем, в основном изготавливаются стволы для артиллерии, не для танков. Для расширения производства стволов нужны сложные, я даже выписал себе, называются они ротационно-ковочные машины. Я уж не знаю, как они выглядят, но, понятное дело, это машина для изготовления высокопрочных, ультравысокопрочных труб, собственно, стволов. В России такие машины не делают. А импорт сейчас, раньше их импортировали из Австрии, насколько мне известно, сейчас импорта нет. Почему? Потому что санкции. Китай тоже не продает, потому что китайцы тоже не хотят попасть под санкции. То есть, через некоторое время даже те танки, которые Россия сможет построить, они будут, по сути дела, без пушек, потому что пушки им взять негде будут. Проблема, чем дальше, тем более острой становится, потому что наступать без танков, как мы видим сейчас, на багги каких-то, на мотоциклах, это, по сути дела, равно гигантские потери. То есть, это очень-очень расточительно в плане расходования живой силы. А людей тоже не бесконечное количество, о чем я чуть ниже расскажу. Так вот, по мнению специалистов, которых опросил журнал «Иконамист», ровно через год примерно, к осени 25-го года, истощение российской армии по технике станет критическим. То есть, техника тупо закончится или будет совсем близко к тому, чтобы закончиться. То есть, какой-то неприкосновенный запас, наверное, останется. Но, в общем, идти в атаку будет ни над чем вообще. А воевать в современную войну без техники, как вы понимаете, невозможно. Ну, очень трудно, давайте так скажем. Ну, почти невозможно. Наступать невозможно. То есть, обороняться, наверное, еще как-то можно, а наступать нельзя. И о том, что это произойдет в 25-м году, вот тут я хочу сделать небольшое замечание, журнал сказал в том числе Александр Гольц, российский военный эксперт, который, я так понимаю, сейчас эмигрировал. По-моему, где-то на севере Европы живет. Так вот, я его считаю самым толковым, самым разумным российским военным экспертом. Почему? Потому что он первым, например, заметил, что война, Россия, извините, начала подготовку к войне, большой войне. Это произошло еще, по-моему, в 20-м году, когда Министерство обороны России запустило программу формирования так называемого боевого резерва. И Александр Гольц обратил внимание на документ о том, что началась вот эта подготовка. И он говорит, слушайте, это может быть подготовкой либо к войне, либо к очень масштабной армейской реформе и к сокращению резкому количеству военнослужащих. Он говорит, ну мы в это с вами не верим, потому что это бред, потому что расходы Минобороны растут и растут. Поэтому он еще тогда, по-моему, это был 20-й год, или конец 20-го, начало 21-го, он говорил, что, блин, Россия начала готовиться к войне. Имейте это в виду, обратите на это внимание. Ну тогда, конечно, по-моему, кроме меня никто и не обратил на это внимание. Мне кажется, я был единственным, кто тогда... Ну, опять же, у меня тогда летели помидоры, говорили, что я сгущаю краски и что я, значит, там, панику развожу и так далее. Тем не менее, я этот момент запомнил, и мне всегда после этого, да и до этого, в общем, обращал внимание на то, что заметки и слова Александра Гольца по всяким военным темам, они очень-очень правильные. Они разумные и логичные, и его предсказания, как правило, сбываются. Поэтому я считаю, что человек действительно разбирается в военных всяких делах, наверное, лучше всех, кого я знаю. Поэтому я очень-очень обрадовался, когда он так вот косвенно образом через журнал «Икономис» подтвердил тот вывод, к которому я, в общем, пришел интуитивно. Вывод о том, что технику Российской Федерации осталось максимум на один год. Максимум, почему? Потому что мы еще не видели в деле самолеты F-16, которые, естественно, могут перебить огромное количество российской техники. А также мы не видели массовое применение дронов с искусственным интеллектом. Вот эти два фактора, я думаю, могут сократить запасы российской военной техники намного быстрее, чем за один год. То есть год, это если бы не было F-16, и если бы не было бы дронов с искусственным интеллектом, но то и другое мы ожидаем, поэтому, скорее всего, уничтожение российской техники займет менее одного года. О дронах, кстати, агентство Reuters сделал недавно репортаж, очень интересный, суть его, там, объясняется, что за дрон такие. Дрон летит на патрулирование в заданный квадрат с искусственным интеллектом, там он сам себе ищет цель, сам атакует, самое слабое место этой цели, и ее, значит, поражает. Никакое, никакие средства радиоэлектронной борьбы от таких дронов не спасет. Почему? Потому что эти средства радиоэлектронной борьбы, они прерывают общение дрона с оператором. Но если у этого дрона нет оператора, то РЭБ на такой дрон просто действовать не будет. То есть защиты нет, никакого спасения от такого дрона не будет. И вот сейчас эти дроны будут идти на вооружение украинской армии, пока не массово, это очень сложная новая техника, конечно, там пока разберешься, надо подождать. Но в общем, это только вопрос времени, когда массовые будут применяться подобного рода девайсы в вооруженных силах Украины. Особенно много работы для таких дронов будет по уничтожению артиллерии, которая обычно далеко за линией фронта стоит, где-то там на 20-30 километров за линией фронта. Почему? Потому что добраться обычным FPV-дронам так далеко в тыл врага почти невозможно, как раз из-за радиоэлектронной борьбы. Если не будет радиоэлектронной борьбы, если будут там только использоваться дроны с искусственным интеллектом, конечно, задача по обнаружению и уничтожению артиллерии серьезным образом упроститься. И, соответственно, потери россиян в артиллерии станут намного выше. Сейчас, на данный момент, у Российской Федерации по артиллерии перевес, но с учетом нынешних тенденций, я думаю, этот перевес долго не продлится. И, кстати, экономист пишет, что если нехватку танковых стволов, то есть стволов для танковых пушек, сейчас россияне решают, снимая стволы с старой или подбитой техники, которую уже нельзя использовать, и вот берут оттуда ствол, срезают и ставят на новый танк. То, что делать с артиллерией, не очень понятно. Где брать стволы для артиллерии, не ясно. Почему? Потому что артиллерия стреляет много. Она стреляет гораздо больше, чаще, чем танки. И при этом качество снарядов артиллерийских и порохов артиллерийских очень низкое в Российской армии. Почему? Потому что, например, северные корейцы поставили в Российскую армию снаряды, и все россияне, кто имел дело с этим снарядами, жалуются на то, что часто эти снаряды взрываются внутри пушек. Качество их абсолютно нулевое, хуже даже самых плохих российских снарядов. И плюс россияне жалуются на то, что даже у российских порохов артиллерийских неправильная громовка. То есть они не одинаковые, идут все время не с одинаковым весом, а разного веса. Поэтому стрелять сложно, стрелять плохо. Стволы изнашиваются быстрее, чем могли бы изнашиваться. То есть складывается ситуация, когда стволы очень быстро изнашиваются, а их нет, и нет где их взять. Причем надо менять, там посчитали, надо менять несколько раз у каждой пушки ствол в год. То есть каждые 2-3-4 месяца нужно менять этот ствол. Где их брать, не очень понятно. Нет их. То есть сейчас стреляют просто из старых, или где-то ищут какие-то на складах совсем древние пушки, у них отрезают эти стволы, ставят на новые пушки. То есть как-то выкручиваются, что-то там делают. Но это все ультраопасно и так долго продолжаться не может. В какой-то момент, и скорее всего этот момент наступит в 25-м году, проблема артиллерийских стволов станет абсолютно критической, не с чем будет стрелять. Вот знаете в чем дело? Владимир Путин, когда затевал эту войну, он не собирался 3 года воевать. Он не думал даже, что возникнет такая проблема, как нехватка артиллерийских стволов. Это вообще в голове у него не укладывалось, что что-то подобное может произойти. Поэтому никто, все плевать хотели на эти стволы и на средства их изготовления, никто об этом не думал и не задумывался, потому что все должно было решиться за 3 дня. Получилось 3 года, поэтому как сейчас быть, в общем никакого ответа нет, потому что его и не предполагалось изначально. Как и многом другом, кстати, тоже не подумали, сейчас хватаются за голову, а уже поздно. Ну вот эксперты икономисты говорят, что уже к концу текущего лета, из-за всего-всего вот этого мной описанного, в российской армии начнутся проблемы с оснащением и с техникой. К концу 2024 года эти проблемы станут серьезными, а в 2025 году перейдут в разряд критических. То есть Российская Федерация останется без техники для ведения боевых действий. Но техника это не единственная проблема, с людьми тоже, все не слава богу. Я замечаю, что каждую неделю, просто делаю себе такие отметочки, что каждую неделю Министерство обороны Российской Федерации повышает расценки на наемников, то есть на набор новых людей в армию. Сейчас каждому новому наемнику на руки сразу же выдают 1,7 миллиона рублей, то есть примерно 20 тысяч долларов. Это огромные деньги, блин, для кого хочешь это большие деньги, для российской глубинки это абсолютно космические, заоблачные бабки. Казалось бы, должна быть очередь стоять до горизонта, но нет, желающих нет воевать. Главная проблема, почему нет желающих, это в том, что все уже знают, все уже ученые, война давно идет, у всех, у каждого есть какие-то знакомые или знакомые знакомых в армии, и все расскажут, что такое мясные штурмы, что такое нехватка артиллерии, что такое нехватка техники, и в общем самых дураков, которые готовы были за деньги идти на смерть, их выгребли уже давно, остались те, кто сначала плюс-минус хотя бы одним глазом посмотрит, что там на фронте творится, а потом уже принимает решение, идти ему в армию или не идти. Ну и видят, что они там видят, атаки на мотоциклах, в ходе которых почти все атакующие погибают. Или там едут люди на какой-нибудь броне, танк взрывается, людей в разные стороны раскидывают, их потом добивают дронами. Вот и вся атака. То есть один раз съездил на войну, один час повоевал и дальше вернулся домой в пластиковом мешке. То есть, конечно, может быть, и найдутся люди и желающие и на такое, но в общем даже самый там бомж или наркоман, я уж не знаю, кого там еще можно набрать, все-таки, наверное, скажет, нет, нафига мне 1,7 миллиона долларов, если я не смогу ими воспользоваться, потому что у меня оторвет голову, руки и ноги и все остальное прочее. Поэтому российский штурмейк вообще в нынешней войне это почти одноразовое изделие. Если повезет, если ему очень повезет, в первом же атаке его ранят и отправят в госпиталь. Но, скорее всего, его убьют в этой первой атаке. Но даже если его отправят в госпиталь, немножко подлечат в этом госпитале, как опять же жалуются все российские военкоры, сразу после этого коротенького лечения на костылях все равно отправляют в атаку, где в атаке обязательно убьют. Вот все Z-военкоры сейчас жалуются, что людей адски не хватает, причем ситуация становится все хуже и хуже и хуже. Ну и к чему это приведет? Да к тому, что без мобилизации все будет как в 22-м году. А помните, до какого-то момента там Российская Федерация наступала-наступала, обычными своими войсками кадровая армия, потом кадровая армия истощилась очень сильно, она выдохлась и резко покатилась назад под ударами вооруженных сил Украины. Причем наступление тогда россиянам давалось очень тяжело, с огромными потерями. Помните, как брали Бахмут, как Белесичанск брали и так далее. А вот бежали они, бросая города, людей и технику очень-очень быстро, не оказывая никакой героической обороны, даже не пытались что-нибудь такое сделать. Вот что-то подобное, какая-то оборона у россиян серьезно появилась после мобилизации, когда за организацию обороны взялся генерал Суровикин, которого, правда, сейчас отстранили от всех должностей, я даже не знаю, чем он занимается на данный момент. Ну вот тогда, да, россияне построили хорошую оборону, крепкую, и украинское контрнаступление об эту оборону сломалось. Но сейчас опять Россия сталкивается с тем, что осталось без войск, никакого Суровикина в российской армии больше нет, поэтому без проведения мобилизации уже этой осенью Россия может лишиться возможности вести активное наступательное действие, а уже в следующем году может лишиться возможности даже аффективно обороняться. Но, казалось бы, надо проводить быстро-быстро мобилизацию, но мобилизация крайне опасна для российской экономики, для рейтинга Владимира Путина, поэтому сейчас идет, так я бы сказал, обкатка разных вариантов действий в общественном мнении. Смотрят на то, как отреагирует экономика и как отреагирует массовое осознание россиян на возможное проведение новой мобилизации. Задача власти российской в том, чтобы провести остро необходимую для нее мобилизацию, но не называть ее при этом мобилизацией. Вот на данный момент придумали так называемую ротацию, то есть отправку домой тех, кому посчастливилось дослужить до нынешнего времени живым из мобилизованных в 22-м году, и одновременно набрать еще большее количество людей, 300-400 тысяч человек в армию. И вроде как эта операция должна быть проведена уже нынешней осенью, то есть осенью отправят мобилизованных в 22-м году по домам и наберут каких-то новых чуваков. Вот такие сейчас слухи все более и более активно циркулируют внутри российского Z-сообщества. Посмотрим, как оно будет на самом деле. Почему? Потому что очень уж высокие риски проведения мобилизации для российского режима, даже если они эту мобилизацию назовут ротацией, как они сейчас планируют. Однако на каком-то этапе проводить массовый набор людей в армии все равно придется. Почему? Потому что прямо сейчас идет в российской армии, ну например, помимо потерь очень серьезных в местных штурмах идет, стихийная демобилизация. О чем речь? Каждый месяц российские суды, я посмотрел статистику, выносит примерно 1100-1200 приговоров о самовольном оставлении части. Что это такое? Это директира по-простому, если говорить. То есть люди, приехавшие в российскую армию, посмотревшие на все ее прелести изнутри и понявшие, что ну ему нафиг, не стоит, никакие деньги не нужны, чтобы там внутри находиться, они решают все бросить и убежать домой или там куда-нибудь еще. Скорость оттока людей из российской армии таким способом, так называемых пятисотых, вот как и двухсотые это убитые, трехсотые раненые, а пятисотые это сбежавшие. Так вот этих пятисотых по материалам судебных дел примерно один полк в месяц. Три полка это, если не ошибаюсь, дивизия, то есть каждые три месяца из российской армии сбегает одна дивизия. Ну это, смотрите, это только приговоры суда, то есть это те люди, которых нашли, поймали, осудили и посадили. Сколько там тех людей, кого ищут или судят, или там, не знаю, может быть не сажают, неизвестно. Но я думаю, столько же или может быть даже еще больше. Почему? Потому что, судя по отзывам самих российских военных, бегство с фронта это там достаточно массовое явление. По мере улучшения снабжения украинской армии, мы надеемся на улучшение снабжения из-за того, что и Европа, и Америка предоставили десятки миллиардов долларов и евро на поддержание боеспособности украинской армии. Так вот, по мере улучшения ее снабжения, по мере роста потерь армии российской, я думаю, количество пятисотых бойцов в рядах вооруженных сил России будет только расти. Это неизбежный процесс, тем более, что снабжение самой российской армии все хуже и хуже. Как говорили российские генералы, шаманов и степашин, в публичных своих заявлениях, шаманов даже с трибуны Госдумы говорил об этом, солдаты предоставлены сами себе, живут как партизанский отряд, что где-нибудь украдут или там на мародерят, то и едят, в то и одеваются. Вот так организовано снабжение российской армии. Естественно, оно не способствует сокращению оттока пятисотых из этой самой армии. То есть проводить мобилизацию из-за всего вышеописанного в той или иной форме российской власти придется. Я не знаю, когда оно придется. Скорее всего, если верить экспертам, осенью, ну, посмотрим, может быть, не очень. Так или иначе, без этого никуда не деться. И на каком-то этапе это будет неизбежное действие. Но у такого действия будут последствия, как политические, так и экономические. Политические последствия понятны. Падение популярности Владимира Путина, снижение уровня его легитимности. И сопутствующая, так сказать, конфетка, это повышение вероятности заговора против Владимира Путина. Почему? Потому что заговор, возможно, будет только в том случае, если его легитимность обрушится до нуля, а его популярность тоже будет сильно низкой. Гарантии, конечно, заговора нет, но все-таки вероятность его резко возрастает в том случае, если обрушится легитимность и популярность. Ну, вторая волна мобилизации, помимо всего прочего, надо сказать, будет гораздо сложнее, чем первая, поскольку придется людей отлавливать. В первую мобилизацию дураки сами ехали на фронт, не понимая, что их ждет. Вот сейчас уже все ученые роликов в Ютьюбе насмотрелись и понимают, что на фронт ехать, это фактически немножко отложенное во времени самоубийство. Поэтому российские солдаты, которые не хотят, кстати, качать же самоубийством, их будут ныкаться, прятаться будут от армии, их будут отлавливать, сажать, заставлять и так далее. В России, как вы знаете, режим тоталитарный, поэтому там с ними будет очень-очень жестко обходиться. Поэтому такой гладкой мобилизации, которая была в России первая, хотя там тоже были свои проблемы, но, короче говоря, будет все гораздо более круто. Кроме того, у мобилизации есть еще и экономические последствия, а именно бегство нескольких миллионов людей за границу. В условиях чудовищной нехватки кадров, которая уже сейчас поразила российскую экономику, массовое бегство людей за границу, это будет просто удар ногой, поддых, и без того слабой больной экономики Российской Федерации. О том, что люди, точнее без людей экономика загибается, сейчас открыты, говорят, и Центральный банк, и Минэкономразвитие России. И если 2 или 3 миллиона самых толковых, работоспособных, в самом расстрете сил людей отчалят на Запад или куда-нибудь еще, то в России предприятия столкнутся с... просто буквально некому работать. Начнется массовое банкротство. То есть, если мобилизацию не будут проводить до самого последнего момента, естественно, пока на фронте ситуация не станет совсем ужасной. Для Украины это в какой-то степени очень выгодно, мне кажется. Почему? Потому что Россия будет не на опережение ситуации действовать, а как обычно, когда клюнь жареный петух, будут уже затыкать своим же мясом дыры на фронте. Вот как это было и в первый раз, собственно. То есть, тут важно не спугнуть Путина, мне кажется, чтобы не начал проводить мобилизацию раньше срока. Лучше пускай у него сначала все посыпется, все сломается, и вот тогда уже потом пускай проводят мобилизацию. Но что касается экономики, то ситуация в российской экономике остается стабильно тяжелой для Российской Федерации. Там много таких не очень хороших новостей для нее. И давайте об этих новостях я уже расскажу в следующей части. Сейчас у нас новости и реклама. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут. Радио НВ. Ось тут.